Всем привет! Сегодня мы рассмотрим матч Альгаров и Катареска. Если рассматривать результаты команды Альгаров и команды Катареска в текущем чемпионате, то можно отметить, что оба клуба делают акцент именно на домашних матчах, в которых стараются побеждать, при этом они играют в закрытый футбол в выездных играх, что тоже способствует тому, чтобы набирать очки и укреплять свои позиции в чемпионате. Однако сегодня матч для обеих команд будет непростым, так как оба клуба уделяют достаточно внимания защите собственных ворот. Но при этом хозяевам поля придется открываться и идти вперед, так как они, как хозяева поля, будут вынуждены играть первым номером и создавать моменты. По словам менеджера команды Альгаров, а он планирует задействовать в этом матче всех ведущих футболистов, за исключением травмированных и дисквалифицированных игроков, менеджер Гасти отметил, что не собирается менять тактические установки на сегодняшний матч, так как в предыдущих матчах чемпионата эта тактика приносила его клубу результат. Букникер полагает, что наиболее вероятным результатом этого противостояния будет ничья, так как оба клуба вряд ли будут форсировать события, да и ничья устроит соперников, так как позволит им сохранить текущие позиции в чемпионате. В принципе, если рассматривать очные встречи этих футбольных команд, то они частенько расходятся миром. На своем поле команда Ольгарофа демонстрирует прекрасный футбол. Команда имеет просто восхитительную статистику, которая показывает, что клуб просто не оставляет шансов своим соперникам. Букникеры видят хозяев поля явным фаворитом ближайшего противостояния, в котором соперниками команды будут футболисты команды Катареска, учитывая, что гости выйдут на поле не в самом оптимальном составе и из-за травмы дисквалификации на некоторых позициях у команды Катареска будут играть футболисты резерва, я полагаю, что команда Ольгарофа без особых проблем добьется уверенной победы в этом матче, исходя из этого, а также учитывая статистику противостояния команды Ольгарофа и команды Катареска, я полагаю, что футболистам команды Ольгарофа не только удастся победить в этом матче, но они смогут и пробить фору, заявленную букмекерами. Общий таттл забитых голов матча и индивидуальный таттл забитых голов хозяевами поля я рекомендую играть на большее, команда Ольгарофа в родных стенах всегда выступает первым номером, контролирует ход игры и создает огромное количество опасных моментов, при этом, даже забив быстрый мяч, футболисты команды Ольгарофа не садятся, а продолжают атаковать. Индивидуальный таттл у главы команды Ольгарофа тоже стоит рассмотреть на большее, так как большое количество атак в исполнении хозяев поля будет приводить к большому количеству стандартов. А вот желтые карточки и нарушения стоит рассматривать от гостей, хотя здесь букмекеры выставили правильные татталы, поэтому эти события лучше оставить без ставок. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, всем пока.